Коллеги, доброе утро. Время 11.00. Начинаем сегодня наше мероприятие. С вами Донской Дмитрий, главный специалист коммерческого отдела компании «Фактор Групп». Сегодня у нас повестка дня решений от компании «Синертел» из КНР. Это нагрузочное тестирование. Мы по нашей традиции в каждом квартале проводим по нашим решениям мероприятия. Сегодня мы представим вам «Синертел» еще раз. Напомню, компания «Фактор Групп» является официальным дистрибьютором компании «Синертел» в России и странах СНГ. Вебинар пройдет на русском языке. Все, кто зарегистрировался, кто сейчас присутствует, также все получат ссылку на запись после завершения мероприятия. После презентации будет сессия вопросов и ответов. Вы также сможете задать ваши вопросы голосом. А пока, если они будут возникать, вы можете фиксировать их в чате нашего мероприятия. Мы рассчитываемся уложиться в один час. Я представлю своего коллегу Александра Попова, руководителя технического отдела компании «Фактор Групп». Александр Сергеевич, ты нас слышишь? Добрый день. Да, мы можем начинать. Мы готовы. Хорошо. Должен быть виден экран. Да, все видно. Отлично. Сейчас. Большое спасибо коллегам в заводную часть. Спасибо, что собрались послушать. Собственно, как в анонсе было сказано, сегодня речь пройдет про TSN в сети и, в частности, на примере концепции SDV, Software Defined Vehicle, то есть программно определяемый автомобиль. Это такая следующая ступень развития автомобильной промышленности и, наверное, является основой для других достижений. Беспилотный транспорта. Беспилотный транспорт и так далее. Небольшая агента. Да, вначале расскажу о компании Xenertel буквально в нескольких слайдов. Собственно, компания была основана в 2007 году и уже имеет более 16 лет опыта в тестировании сетевых решений. Компания работает порядка 200 человек и более половины из них – это инженеры. Многие из них являются выходцами из других подобных компаний, из X, из Aspirant. Собственно, в 2007 году все началось с небольшой PCI-экспресс-карты со скоростью в 1 гигабит для генерации трафика. Сейчас в портфолио есть высокопроизводительные решения с 400 G-интерфейсами и в R&D сейчас 800 G-интерфейсов, то есть ожидается их скорый выход. Среди пользователей и заказчиков решений Xenertel есть как конечные заказчики, например, операторы связи, такие как China Mobile, China Telecom, China Unicom, так и производители сетевых решений Huawei, ZTE, Nokia, средства информационной безопасности, Sankfor, Hilton, Hikvision, Dehua, есть облачные провайдеры, цоды, корпоративные заказчики, научные учреждения, университеты. Я отдельно отмечу двух заказчиков. Это BYD Automotive и Huawei Communications. Huawei является стандартом де-факто для IT-систем автомобилей в Китае. А сама капмания BYD является лидером китайского рынка по продажам автомобилей. Они даже обогнали концерт Volkswagen в этом году. Например, 2,5 миллиона автомобилей BYD подключено к Huawei Cloud, I.O.V., то есть Internet of Wichel, когда автомобиль тесно связан с облаком. И, в частности, решается задача обслуживания туристических сервисов. В целом, портфель решений Xenertel можно разделить на несколько направлений. Есть три аппаратные платформы. Это BigTown, DarU и DarPeng. Для управления есть два типа ПО. Это толстый клиент Renix, управляющий трафиком на уровнях L2-L3. И тонкий браузерный клиент ILPS, позволяющий управлять трафиком от L4 до прикладного L7. Renix работает с BigTown и DarU. LPS работает с DarU и DarPeng. В нашем сегодняшнем вебинаре мы больше будем касаться TSN-сетей и Anix. Платформа BigTown. У нее есть два варианта исполнения. Одна с двумя слотами, вторая с шестью слотами. Есть даже портативная такая сручка для переноски. Собственно, далее в это шасси вставляются модули. Модули бывают разные. От 10 мегабит до 400 гигабит. Бывают медные или оптические варианты. И обеспечивается высокая плотность до 96 портов на шасси. Важно отметить, что, например, если порт поддерживает 100G, есть еще такая вариация, сколько подскоростей этот модуль может поддерживать. Бывает, что 100G поддерживает 4 нисходящие скорости. Это 10, 25, 40. Либо может поддерживать только 100G. Собственно, почему я помедил BigTown? Потому что BigTown как раз поддерживает TSN-модуль. Такой специализированный. Он может иметь до 8 гигабитных комбо-портов. И есть также модуль конвертация. Собственно, о TSN мы поговорим далее подробнее. Итак, мотивация. В целом, TSN или Time Sensitive Network. Сферу применения можно разделить, исходя из профилей, которые ее используют. Например, это медиа, аудио, видео, трафик. Это сети мобильных операторов, промышленность и автомобилестроение. О чем подробнее мы и поговорим. Итак, TSN в автомобилестроении. Если начинать смотреть в историю развития, то общее направление движения автоиндустрии следующее. Сначала в 2000... Условное разделение по годам. Понятно, что у каждого концерна свои этапы. Но в целом выделяют следующие. То есть традиционные. Это распределенная система. То есть когда у нас каждый блок работает независимо. Далее это централизованная по функциям. То есть, например, есть функция управления питанием, функция управления шасси и так далее. Затем в настоящее время. Это централизованное с центральным неким компьютером или вычислителем. И он является главным при принятии решений. И там недалекое будущее или у автомобилей, которые тесно связаны с облаком, выделяют централизованное плюс облако. В облаке вычисления, не требующие реального времени. Собственно, понятно, что если мы говорим про реальное время, то все происходит локально. А те вещи, которые можно выгрузить в облако, обеспечивается связь через тот же самый 5G и LTE с этим облаком. И далее вычисления происходят в этом облаке. Собственно, у меня, как у многих, возникает вопрос безопасности и разделения на зоны. Можно выделить три зоны. Первая – это бортовые системы. Вторая – это внешние системы, которые подключаются к машине по Bluetooth, по Wi-Fi и так далее. И облако. Все, что уже выходит за пределы. Нам нужно, например, получить обновление или управление ключами доступа и так далее. В архитектуре программно определяемого автомобиля можно выделить следующие подсистемы. Это пользовательские, встраиваемые, телеметрию для сбора данных, ну и, собственно, железо, hardware. Вот у нас и получается software-defined, rifle, архитектура. Например, типы и расположение беспроводных датчиков. Это могут быть беспроводные ключи, мониторинг давления в шинах и так далее. То есть они могут располагаться в абсолютно разных частях. Принципиально архитектуру также еще разделяют сверху вниз на несколько уровней. Отмечу только самый верхний уровень. Это непосредственно конечные сервисы, приложения. И нижний уровень – это компьютинг, вычисление и коммуникейшн, то есть коммуникация, связь. О связи мы и поговорим. Собственно, если дать инженеру некую шину данных, он попросит большую пропускную способность, более высокую скорость. Если сравнивать скорости внутри автомобиля, то до 2006 года хватало всем обычной коншины с скоростью 1 мегабит. Потом стали появляться стандарты, которые увеличили эту пропускную способность. И в будущем видим, что скорее всего, Ethernet, собственно, даст нам скорости, которая будет обеспечивать 25, 100 и так далее мегабит локально на борту. Мотивация именно Ethernet. Почему Ethernet? Потребность данных. Очень много необработанных данных с камер. То есть, те же самые модели машинного обучения и так далее любят использовать именно сырые данные, а не предобработанные данные с камер, с лидаров, потому что есть системы, которые обрабатывают данные в коробочке внутри лидара и поставляют такую уже сглаженную картинку, то многим системам автопилота нужны именно сырые данные, то есть, чтобы они сами принимали решения, фильтровали, не нужны. Нужна регистрация данных, по сути, журналирование, логирование всех действий, по сути, некий аналог черного ящика для регуляции. Картерографические сервисы, просто магистральная агрегация канала связи, все больше дисплеев высокого разрешения и так далее, и так далее. Также требования к задержкам минимум, они должны быть минимальны, и сервисы, это точное время, резервирование, переключение при отказе, безопасность. Чем отличается именно автомобильная промышленность? Нужны меньшие задержки, нужна повторяемость и предсказуемость, это решающее значение, и соответствует различным регуляциям безопасности. Задержки, собственно, есть требования реального времени, и необходимо обеспечивать нулевую потерю трафика при перегрузках, гарантировать доставку данных. Небольшой обзор автомобильных сетей, то есть начиналось все с коншины, в 1 мегабит, потом был Flex Ray, далее был мост, затем Ethernet 100 мегабит, он скорее использовался для диагностики, обновления прошивки, но не дороги, не при движении, и LVDS. Типичный набор проводов автомобиля, как это выглядит, на самом деле кабели это третий по стоимости компонент автомобиля после двигателя и шасси. Провода, что интересно, собираются один за раз, то есть каждый подключается к каждому, и это увеличивает затраты на рабочую силу, которые составляют порядка 50%, и кабели это третий по тяжести компонент автомобиля после шасси двигателя, ну и в целом уменьшение веса кабеля напрямую влияет на экономию топлива. Как это может выглядеть сеть автономного вождения, сеть автомобиля с автономным вождением? С одной стороны у нас лидары и камеры, поставляющие сырые данные до CPU и GPU, с другой стороны двигатель и другие управляемые программные системы автомобилей. И что важно, это не навешанное оборудование на обычный автомобиль, а именно уже встроенный непосредственно в сам автомобиль, то есть все внутренние коммуникации происходят также по Ethernet. обзор TSN. Time sensitive networking это в целом рабочая группа по передаче данных в реальном масштабе времени в детерминированных сетях Ethernet. Все устройства, использующие TSN протоколы, называются TSN сетью, они входят в TSN в целом, как мы знаем, обычный Ethernet это хорошо, но в Ethernet отсутствует предсказуемость доставки данных, что ограничивает их применение в системах реального времени, особенно для промышленных приложений. В свою очередь TSN может гарантировать, что данные будут отправлены и, что важно, полученные по учебникам. Небольшой исторический экскурс. поначалу появилась группа АВБ для аудио-видео потоков. В 2012 году она была переименована в рабочую группу TSN Time Sensitive Networking, поскольку сами эти технологии были применимы не только для аудио-видео, но и для других областей. То есть каких же протоколов у нас состоит TSN. В целом институтом IEEE разработана специальная модификация технологии Ethernet. TSN базируется на 802 DOT1 и 802 DOT3, поэтому полностью совместимы с классической технологией Ethernet. В то же самое время обеспечивает минимальный прогнозированный уровень задержки пакетов, но также надежный заставки информации. Зеленой галочкой отмечены стандарты поддерживаемые Xenertel, а по вертикали отмечено использование этих стандартов в зависимости от сферы применения, то есть автомотив, промышленность, аудио-видео. То есть это так называемые профили. Совокупность стандартов можно разделить на несколько уровней. Первое это синхронизация времени 82.1 AS, точно время и синхронизация для приложения чувствительных задержков. Потом шейпинг трафика это пересылка и ожидание в очереди для чувствительных времени потоков и улучшенный планировщик трафика. Frame Premption это прерывание кадров, Redundancy, надежность передачи, отказоустойчивость и обеспечиваться копирование и удаление кадров и политики фильтрации. Поэтому мы чуть раздали и остановимся. Для понимания, то есть все, наверное, представляют обычный везернет-заголовок для того, чтобы реализовать TSM, чтобы реализовать приоритизацию прерываний кадров, 802.1Q добавил новое 4-байтовое поле заголовка между полем MAC-адреса источника и полем тип кадра или размер исходного кадра из интернета. Два байта заголовка используется для идентификатора метки протокола это TP-ID, два других байта для информации управления метками TSI. TP-ID используется для идентификации кадра как кадра с меткой и устанавливается постоянное значение. То есть он постоянно будет. В свою очередь сам TSI состоит из трех полей. Значение кадра приоритета PCP вот это вот трех бит на поле определяет уровень приоритета кадра. Индикатор допустимости удаления кадра это однобитовое поле может использоваться отдельно или совместно с PCP для указания кадра, которые могут быть отброшены при наличии перегрузки. идентификатор VLAN VLAN AD 12-битное поле указывающее VLAN которому принадлежит этот кадр. То есть вот весь заголовок. Концептуально в TSN есть разделение на коммутаторы и конечные устройства. Коммутаторы еще называют бриджи или мосты. Собственно есть толкер тот кто отправляет поток лисенер тот кто получает поток сам поток это такой однонаправленный поток данных от толкера к одному или нескольким лисенером. То есть в данном случае у нас есть стрим 1 например это может быть видеокамера и ее могут потреблять двое лисенеров. Есть стрим 2 который управляет один поток в сторону толкера и лисенера и также обратный тоже есть поток. мосты или коммутаторы это собственно есть коммутационные элементы. Делимой частью TSN является модель управления которая управляет трафиком и маршрутизирует потоки в сети позволяет настраивать семейство протоколов для работы в единой системе. Согласно стандарту существует три возможных модели управления. это централизованная модель полностью централизованная модель. Конечные устройства передают централизованную систему управления требования по передаче TSN потоков в сеть. Второе это децентрализованная полностью децентрализованная модель. Приложение на конечных устройствах уведомляет коммутаторы по пути передачи данных необходимости зарезервировать ресурсы для конкретного потока трафика. И смешанная модель, гибридная. Потоки данных от конечных устройств передаются на ближайший коммутатор по стандартному протоколу. Затем коммутатор обращается в систему централизованного управления для составления, расписания работы коммутаторов в сети. Для промышленных сетей подходит только полностью централизованная модель, чтобы мы могли гарантировать контроль всех потоков данных. Архитектура бриджа — это полностью плоскость управления и плоскость данных. Они отделены, то есть это прям даже в стандарте так заложено. Можно отдельно посмотреть датаплей бриджа, действия с трафиком, которые происходят. То есть есть ingress порт, есть relay forwarding и есть egress, то есть входящий порт forwarding, то есть куда отправлять этот кадр и исходящий порт. На каждом этапе можно фильтровать. Наверное, ключевой технологией TSN, обеспечивающей строгую гарантию задержки трафика в сетевых элементах является формирователь с учетом времени TAS, Time-AV Shaper, который определяется в стандарте 802.1.qbv. Формирователь TAS предназначен для разделения обмена данными сети Ethernet в повторяющиеся временные циклы фиксированной длины. В пределах этих циклов выделяются различные временные интервалы, в котором назначается один или несколько из восьми приоритетов PCP. Это обеспечивает исключительно право использования среды передачи ZARNET для тех классов трафика, которые требуют строгие гарантии передачи и не могут быть прерваны. Фактически используется схема множественного доступа к каналу с временным разделением TDMA, при которой организованы виртуальные каналы связи в течение фиксированных интервалов времени, отделяют критичный ко времени трафик от фонового и позволяют избежать буферизации и интермитированного прерывания критического трафика. Формирователь TAS используется для передачи трафика данных управления CDT с наивысшим приоритетом. То есть мы можем видеть, что у нас есть гейты у каждой очереди, есть скедулер, планировщик, который открывает или закрывает эти гейты, и, например, у нас есть критический трафик в определенные интервалы времени, и в эти интервалы времени у нас гейты, они закрыты. То есть у нас всегда есть пространство во времени, когда толкер может отправить критичный кадр лисенеров, и тот получит этот кадр. То есть это как раз резервируется за... когда же у нас есть открытые гейты, то далее уже работают другие способы приоритизации. QBU цель этой поправки состоит в том, чтобы предотвратить слишком долгое обслуживание некритичных кадров. Например, есть так называемые экспресс-кадры, экспресс-маг или е-маг. Они приостанавливают передачу вытесняемых кадров, примтабл-маг или пима. Для того, чтобы уменьшить задержку, эта поправка вводит очередь с прерыванием. Она минимизирует задержку для критичных кадров, но также обеспечивает защиту для некритичных кадров, чтобы минимизировать влияние на него. Если критичный кадр получен во время обработки некритичного кадра, обработка некритичного кадра прекращается. Она продолжается после завершения обработки критичного кадра. Некритичный кадр может быть прерван несколько раз, пока не будет достигнут ограничения по количеству прерываний. Собственно, у нас есть критичные кадры красные. Они не могут быть прерваны. Немного про синхронизацию времени как основу. Поскольку у нас есть сеть, это димы, по сути, разделение по времени. Нам важно, чтобы каждый из участников сети понимал, какие интервалы времени ему отправлять или получать критичные кадры. Синхронизация времени разделена по доменам и включает в себя несколько 5P узлов. Домен имеет только один главный узел Grandmaster PTP Instance, который отвечает за предоставление информации о времени другим подчиненным узлам. Узлы PTP делятся на две категории. Это конечный PTP узел PTP End Node и узел ретрансляции PTP Switch. Среди них есть конечный PTP узел. Он либо действует как грандмастер, либо получает информацию синхронизации времени от узла ретрансляции, от определенного интерфейса, корректирует информацию синхронизации времени и пересылает ее на другие интерфейсы. То есть у нас получается такая иерархическая схема, где каждый зелененький является для своей части Дерево-мастер. Почереденный узел синхронизирован. То есть это накопленное время исходного главного узла, плюс задержки канала, время передачи данных и время нахождения кадра в устройстве. То есть чтобы определить время, у нас есть грандмастер, который передает данные, у нас есть link delay, у нас есть время нахождения этого кадра внутри устройства, то есть входящий порт и сходящий. И сколько секунд этот кадр присутствовал внутри устройства. Далее при передаче до третьей системы также есть задержка на передачу link delay и тоже нахождение этого кадра внутри системы. Собственно мы можем эти вещи регулировать, контролировать. Пример расчета link delay. Задержка канала измеряется с помощью механизма измерения P2P, P2P delay механизм. Предполагается, что двусторонняя задержка канала постоянно, то есть канал симметричен. Измеряя четыре точных времени метки, мы можем вычислить задержку канала link delay. То есть у нас есть отправитель, инициатор, респондер. То есть отправитель в момент отправки фиксирует время T1. То есть он его знает T1. Далее получатель получает в течение первого интервала времени. Что-то с ним делает, например, какая-то задержка на обработку этого кадра и начинает отправку во время T3. Ну и, соответственно, заканчивается во время T4. Собственно, зная T1, T2, T3 и T4, мы можем вычислить задержку в канале. В сфере автомобильной связи мы сейчас сталкиваемся с путаницей. Что делать, если видеосвязи авария не отключилась? Ненормальное отключение здесь относится не только к физическому отключению, но также к нарушениям функций линейной связи, вызванными электромагнитными помехами. Для решения таких проблем очевидным решением является добавление избыточных путей, то есть передача 2N копий данных для резервного копирования, чтобы не было необходимости беспокоиться о потере данных. В данном случае CB определяет решение для резервной передачи в автомобильном Ethernet. Полное название протокола Frame Replication and Elimination for Reliability или коротко Freer. То есть у нас есть разные ноды, по сути, комбутаторы. Frame отправляется сразу по нескольким линкам, по нескольким путям. В данном случае, конечно, приведем простой пример топологии кольцов. При использовании Freer для достижения избыточности обязательным условием является наличие резервных путей, альтернативных путей на передачу данных в сети, что накладывает требования к форме топологии сети. В сети должна иметь возможность обрабатывать петли, чтобы толкер сторона смогла достичь листинер разными путями. То есть если мы посмотрим уже на карту сети автомобиля, то есть условно из одного конца автомобиля в другой может быть немножко больше путей. Основная концепция заключается в следующем. Собственно, пакет дублируется, передается по двум непересекающимся путям к узлу назначения. Дубликаты пакетов имеют одинаковый порядковый номер serial number, закодированный в теге SR в заголовке пакета. Возле назначения принимается первый из дубликатов пакетов, идентифицированных по serial number, полученных узлом назначения, и дублирующийся пакет отбрасывается после получения. Толкеры и лисенеры в качестве терминального узла не обязательно должны поддерживать функцию FR. Функция FR может быть реализована через мост. В этом случае наш мост называется агентом толкера или агентом лисенера. То есть сам коммутатор реализует эту функцию FR. Так, переключусь на большой табор. Собственно, перед нами толстый клиент управления, которое называется Renix. Он подключен к шасси. Я могу добавлять другие порты. Пока не буду этого делать. То есть одновременно с одним шасси могут работать сразу несколько пользователей. То есть многопользовательский режим доступа поддерживается. Порты сейчас зарезервированы за мной. Они находятся в состоянии up. В данном случае у меня есть обычные потоки трафика. Для того, чтобы показать общий принцип работы. Как это устроено. То есть у нас есть... Генерируется фрейм, в котором есть Ethernet заголовки, IPv4 заголовки. Важно отметить, что в Ethernet поддерживается редактирование любых заголовков. Например, TTL. То есть если мы хотим генерировать TTL от 128 до 228. То есть они будут генерироваться в данном случае. Можно, например, source TCP порт сделать рандомным. Ну или вот здесь рандомный TTL. Можно из списка выбирать декребент или инкребент. То есть эти варианты поддерживаются. Source адрес в данном случае у меня забиден к интерфейсу. Потому что у меня стрим привязан к интерфейсу. То есть он берется от интерфейса. Также мы можем формировать необходимый фрейм, исходя из-за шаблона. То есть если мы, например, хотим сгенерировать... ACMP трафик, то мы можем это сделать. То есть есть шаблоны. Ну вот, например, после него можно добавить. То есть, например, IPv4, потом UDP-заголовок, потом DHCP и сервер-месседж. То есть внизу показывается как раз HEX-редактор, как в Airshark. То есть те данные, которые будут отправлены. И количество вот этих полей, оно... То есть до шести полей они могут быть модифицированы. То есть client-адрес может быть случайно в этом диапазоне рандомный. То есть таким образом устроить флуд, даже CP-сервер-месседж, проверить работу. Собственно, в конце мы можем увидеть отдельный флоу. Количество флоу у меня 100. Они друг от друга отличаются разным TTL. Поскольку они у меня генерируются от 128 до 220. То есть 100 штук у меня генерируются. Так, я сохранять сейчас не буду. То есть вот они у меня есть. Source IP-адрес, которые destination, они друг на друга направлены. То есть один порт смотрит на другой. И генерируются два потока друг на друга. Так, начнем стрим, поток. Вот пошли у нас данные. Можно рисовать графики тут же. То есть, например, LED-grade в BPS и PPS. Можно смотреть в табличе, насколько это в BPS. У каждого стрима есть профиль трафика. В данном случае у меня профиль трафика continuous. То есть постоянно можно делать трафик boost. То есть взрывной трафик. То есть резкий всплеск трафика по времени, по шагам или по зависимости от потока. Сейчас загрузка порта 10%. Наверное, не сильно много. Так, сейчас я... также интересно посмотреть на Lost Frames и процент потерянных фреймов. TX-утилизация, ну, это 10%. Ошибки разного рода. Потерянные данные. Ну, то есть ошибок нет. Latency Jitter, также, безусловно, тоже доступны. Минимальный, максимальный latency, average Jitter. Теперь что мы сделаем? Теперь мы можем в реальном времени увеличить до 100% загрузку на пора. То есть утилизация 100%. Так, ну, здесь график все равно ровный. Наверное, буду посмотреть. Вот у нас loss rate немножко там появлялся. Latency Jitter. Ну, держится довольно неплохо. Ну, это гигабитные линки. Сама платформа позволяет сгенерировать, используется FPGA, то есть PLEASE для генерации трафика. Что это нам дает? Во-первых, высокую скорость, line rate, генерацию трафика. То есть если у нас с вами соединение 100 гигабит, собственно, мы генерируем реальный 100 гигабит трафика. Если это 400 гигабит интерфейс, то 400 гигабит трафика генерируется с одной стороны. С другой стороны, это отслеживание latency и задержек с высокой точностью. Поскольку в каждый фрейм вставляется sequence number, timestamp, то отслеживается время отправления, отслеживается время прибытия этого фрейма на соседний порт. Так, пока остановим примеры. Покажу, как это организовано для тестирования TSN-сетей. Собственно, есть визорды в системе, которые позволяют настроить целевые топологии. Сейчас только я еще один порт добавлю. У нас есть несколько портов. У нас есть настройка Talker, то есть размеров фрейма, разные классы трафика, процент этих классов трафика. Настройка PTP. Собственно, можно несколько приоритетов сделать точность часов, с которыми мы отправляем. Генерация не АВБ трафика. Один спрейм. Вверх. Так, у нас есть 802.1.IS. То есть на каждом интерфейсе у нас может выступать в роли мастера или слейва. Опять-таки, приоритеты можем настроить. Источник времени. Атомные часы, GPS, ATP, различные профили. Точность. Пас-делей, P-делей. То есть те параметры с презентации, которые были, то есть мы можем настраивать коррекцию. Делать, например, сам надо секунды. Собственно, когда мы сделали, мы стартуем PTP на интерфейсах. Ну и видим, что у нас растут фреймы. То есть один из них является мастером, другой из них является слейвом. фрейм проемпшем. То есть исходя из диалоги теста, мы можем делать разные кадры. То есть, например, элементарный тест приемлемый capability verification. То есть проверка вообще может это делать или нет. То есть для этого нужен один порт. Либо более сложная топология. То есть у нас есть три порта. У нас с первого порта генерируется экспресс-трафик. Со второго порта printable-трафик, который можно прерывать. Потом идет у нас устройство, которое мы тестируем, и смешанный трафик. И на третьем порту мы должны получать данные согласно тому, как мы генерируем. То есть если у нас пришел экспресс-трафик, то мы должны его получить в нужный интервал времени. Аналогично, только тестировали получение и передача возможностей. Так, сейчас можно выбрать что-нибудь. Опять-таки трафик бывает разный. Continuous, взрывной трафик, всплеск трафика или фиксированное количество секунд. Тип пакетов трафика. Это для простого юзкейса, для более сложного юзкейса. У нас уже необходимы три интерфейса. Также мы здесь можем сделать пайлот кастомы для экспресс-трафика, для превышен трафика. Количество фреймов в секунду, которое мы генерируем. Бурст. Также мы можем настроить. Собственно, для проверки возможностей работы фрейр, то есть резервирование путей. Что здесь можно сделать? Например, порт 1 генерирует не фрейр трафик. Как мы знаем, то есть он выступает толкером. Наши устройства, коммутаторы, бриджи, должны уметь этот трафик преобразовать таким образом, чтобы у нас было как минимум два потока трафика стрима. С другой стороны, он может быть лиценером, то есть мы должны принимать трафик. Трафик и релей, то есть тестирование идут в качестве релей. То есть в данном случае мы уже генерируем самостоятельно фрейр стримы и тоже получаем фрейр стрим. То есть sequence recovery, последовательность восстановления, individual recovery capability и splitting capability, то есть возможности разделения. то есть разные сценарии. и аналогичная настройка, continuous, burst, трафик. и важно отметить теги, rtag, hsr, sequence tag, то есть вариант ID этого потока, sequence number, который мы хотим генерировать у этого стрима. на этом наверно все. на этом видео. на этом видео. на этом видео. паются. как раз.